Дай почитать. Сергей Шаргунов, Катаев «Погоня за вечной весной». Город Брежнев, Шамиля Идиатулина. Книга с терпким, ускользающим вкусом начала 80-х годов XX века. Сам автор признался, что долго ждал, когда кто-нибудь напишет книгу о советском детстве на переломном этапе. Проандроповское закручивание гаек, талоны на масло, ленинский зачет, перефотографированные конверты западных пластинок, первую любовь, бритые головы, нунчаки в рукаве. Но, не дождавшись, решил написать сам. И написал ее в течение 10 лет. Начало повествования ведется от лица 30-летнего Артура Вафина, который оказался в пионерском лагере, юный, летящий к наберегу Черного моря. И здесь все узнаваемо и близко. Особенно для тех, кто хорошо помнит то время. Линейки, дискотеки, девчонки, драки, поиски себя и смысла жизни. Отец Артура, главный энергетик на заводе КАМАЗ, но семья живет в достатке, но и скромно. Он честный человек, профессионал, труженик, большую часть жизни отдающий работе. Вообще в книге, что называется, много правды о том времени, где уже ощущалось трагическое крушение державы. Идиатулин при помощи приема кинематографичности словно прокручивает перед читателем черно-белую хронику тех лет. Талоны партийные, правила, очередь за апельсинами по 2 рубля за килограмм и банкой аджики за 30 копеек в нагрузку. Панельные многоэтажки с лифтами, которые никогда не работали. Стрелки, где дерутся район с районом, используя самодельное оружие. Милицейский беспредел. Заводская жизнь, где никто не хочет брать на себя ответственность. Школьные будни со смешными запретами и фарисеями идеологического фронта. Все до боли знакомые. Интересно, что в книге расширен образ и мотив лифта. От реальных, стоящих до социальных лифтов, тоже намертво впаянных. Гибнуть можно не только в лифтовой шахте, но и в попытке что-то совершить в жизни, подняться в социальном лифте. Но оказывается, это практически невыполнимая задача. Портрет города Брежнева, портрет любого советского городка со своим очарованием, надеждами, героями. Жанр меняется. То комедия, то драма, то триллер. Меняются и повествователи. То Артур, то учителя, то родители, то сам автор. И это позволяет роману быть более точным, объемным, разносторонним. Отдельная сюжетная линия связана с трагической судьбой любимого вожатого Виталья Толича, не имеющего образования, прошедшего Афганистан, у которого мечты на будущее связаны с карьерой на работе и семейной жизнью с любимой Мариной. Но все рушится в один момент. Да, жизнь короткая, проносится и тает. И вдруг понимаешь, что неожиданно заканчивается лето, детство и даже эпоха. Город Брежнев, Шамиль и Диатулин. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!